Сейчас с нами на связи представительница Держдепа США в Европе, дипломатка Андреа Калан. Поговорим с ней про внешнюю политику Соединенных Штатов на тлее Российско-Украинской войны. Спилкуется она добро-росийскую, так что переходим на эту мову. Андреа, добрый вечер. У нас сейчас вечер. Вы в Европе находите. У вас тоже вечер. Прежде всего, поздравляем вас с Днем независимости Соединенных Штатов Америки и в вашем лице весь американский народ, который поддерживает нашу страну. Ну, хочу спросить первый вопрос вам задать относительно саммита, который несколько дней назад произошел в Брюсселе в штаб-квартире НАТО, саммит НАТО. Как вы оцениваете итоги этого саммита, на котором, напомню зрителям, Финляндию и Швецию предложили включить в члены НАТО? И также вы сказались о полной поддержке Украине. Но интересна позиция представителя США. Пожалуйста. Ну, действительно, это был очень исторический саммит. И мы видели, что не только понимали Финляндию и Швеции как члены НАТО, но также президент Зеленский мог общаться с лидерами стран НАТО. И они обсуждали, как лучше помочь Украине, что мы можем делать, чтобы помочь Украине даже более успешно бороться с расистской агрессией. И, как мы видели, в пятницу президент Зеленский объявил, что США выделяют еще 820 миллионов долларов для поддержки Украины, чтобы Украина могла бы более успешно, более эффективно бороться с такой агрессией, которую мы видим от Путина и от России. Прямо сейчас, в эти дни в Луган, в Швейцарии проходит конференция, на котором украинская сторона презентует Всемирному банку, международным донорам, представителям различных стран свой план, вид будовы украинскую, забыв российское слово, восстановление Украины. Как вы считаете, сможет ли США присоединиться к этому процессу? Можно провести аналогию с после Второй мировой войны, как помогали странам Европы, Соединенные Штаты, в первую очередь, к так называемому плану маршала для Украины. Есть ли уже подобные планы у американского правительства? Ну, как президент Байден сказал, мы будем поддерживать Украину столько, сколько надо. И мы понимаем, что это не просто сегодня, это не только завтра, это в будущем, это уже после того, как мы можем положить конец войне. Нужно, конечно, восстановить много. Мы видим, как Россия разрушила структуру в Украине, вот эти ракетные удары. И нам действительно нужно объединиться, все страны мира, чтобы помочь Украине после войны перестроить то, что нужно. Потому что война, можно положить конец войне, но последствия продолжаются. И мы просто, мы будем помочь и в будущем. Андрей, а сейчас многие говорят о том, что война идет долгое время. И, возможно, такая единодушная поддержка Украины, которую мы видели в начале войны в США, в Европе, где вы сейчас находитесь. И, також, наверняка следите за настроениями в Европе. Возможно, появляется определенная усталость от войны. Заметно ли это в Америке? И, возможно, вы видите подобное настроение в Европе? Или нам нет смысла сейчас переживать все-таки большинство людей, большинство политиков на стороне Украины? Я хочу сказать, что я вот сегодня утром вернулась в Бруссель из Вашингтона. И когда я была в Вашингтоне, я видела на каждом углу украинский флаг. Американский народ поддерживает Украину и будет поддерживать в будущем. Так что мы все хотим, чтобы война заканчивала завтра. Но мы понимаем, что это, наверное, будет еще немного времени. Но Украина может рассчитывать на поддержку американского народа. Потому что мы видим, с чем вы боретесь. И мы видим, как украинские военнослужащие, как храбро борются за свою демократию, за свою свободу. Хотим передать огромное спасибо вам за поддержку Соединенных Штатов Америки. Но поддержка Украины – это не только поддержка финансовая, поддержка вооружением, но и в том числе борьба с российским влиянием в мире, в том числе с помощью санкций. Что-нибудь вам известно? Возможно, вы можете нам рассказать относительно того, когда же выйдет новый пакет санкций и в чем он будет выражаться. Точной даты и информации о новых санкциях у меня, к сожалению, нет. Но хочу сказать, что мы работаем, чтобы получить возможности для Путина финансировать свою войну против Украины. И для этого нужно работать вместе, чтобы установить потолок на цену российского газа, российского нефта. И тоже, чтобы, например, вот то, что они объявили в Германии на прошлой неделе, что лидеры стран Большой Семерки объявили, что будет запрет на импорт российского золота. Так что будем смотреть на там, где возможно делать все, что мы можем делать, чтобы Путин не имел средства, ресурсы, чтобы финансировать его войну против Украины. Но пока мы не можем говорить о каком-то конкретном дедлайне, к крайнем сроке, к которому выйдет этот пакет санкций. Нет, у меня нет информации, когда выйдет. Но хочу сказать, что США координируют все наши санкции, объявленные пакеты и меры вместе с партнерами. И, как вы видите, Европейский Союз и другие страны мира работают очень тесно с Соединенными Штатами, чтобы вместе мы показались едины, и мы можем даже более эффективно оказать давление на Путина. Андрей, я знаю, что вы много времени проводите в Брюсселе. Это считается такой неформальной столицей Европейского Союза. И следите внимательно за ситуацией в Европе. Насколько сейчас сильны позиции российской пропаганды? После начала войны сейчас лето, несколько месяцев войны уже прошло. Видны ли какие-то информационные кампании России в Западной Европе? Конечно, мы видим дезинформацию от Кремля. Это все, и Кремль очень хорошо финансирует дезинформацию. Вот именно из-за этого важно, что мы можем говорить на русском языке по разным каналам о ситуации, потому что мы видим дезинформацию не только здесь, в Европе, но мы видим сплошную дезинформацию внутри России тоже. И россияне просто не получают правду о том, что случится. Те, которые знают, многие уехали, более 200 тысяч россиян уехали, потому что они просто не могут жить в стране, которая действует так соседам. Но, слава богу, мы делаем все возможное, чтобы бороться с дезинформацией, и чтобы мир знал правду. Спасибо огромное в том, что поддерживаете Украину. В вашем лице еще раз хочу поздравить всех людей в Америке с праздником, Днем независимости США. Это была Андрея Калан, представница Держдепартаменту США в Европе.